На полигоне Хармайдон в Таджикистане контингенты коллективных сил оперативного реагирования государств-участников ОДКБ совместными усилиями отразили нападение условного неприятеля. За ходом маневров в горные местности наблюдал наш специальный корреспондент Иван Михайлов. Больше двух с половиной тысяч человек личного состава, порядка двухсот единиц военной и специальной техники. В мероприятиях внезапной проверки коллективных сил оперативного реагирования принимают участие военнослужащие из всех государств организации договора о коллективной безопасности. По замыслу учений на территорию республики Таджикистан вторглись банды незаконных вооруженных формирований. Террористы укрепились недалеко от границы и пытаются прорваться вглубь страны. Командование коллективных сил оперативного реагирования принимает решение на ликвидацию угрозы. После воздушной разведки местности беспилотными авиационными комплексами в бой вступает наземная группировка. Разведку боем проводит рота специального назначения контингента Армении. После обнаружения террористов командование вводит в бой усиление от Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. У каждого подразделения своя задача. Но все разработано с таким расчетом, чтобы военнослужащие максимально обменялись опытом. Для наших военнослужащих прежде всего это повышение уровня своей готовности. Это получение практики действовать в различных условиях обстановки, в различных климатических условиях, на незнакомой местности. При этом руководством ОДКБ, руководителем учения отмечается на различных этапах. Наши военнослужащие отмечаются в лучшую сторону. И что самое важное, сегодня на этапе практических действий слаженность при выполнении задач. Привычная для беларусов весенняя прохлада в Таджикистане резко сменилась на пустынную жару и песчаные бури, равнины на высокие горы. Переняли опыт ведения действий боевых в данной местности. Естественно, для нас это бесценный опыт, который мы получили. Будем применять его дальше при нахождении в таких климатических и рельефных условиях. Получаешь много информации. С такими условиями ты себя испытываешь в полной мере. Военнослужащие, которые здесь служат, на такой местности, они более приспособлены, более умно используют свою технику, умение скрыться на этой местности. И ты смотришь на них и пытаешься подражать к этой степени. Стараемся принимать опыт у своих товарищей. Активная фаза условно разделена на три этапа. Первый – блокирование боевиков. После чего командование КСОР проводит операцию по захвату лидера бандформирования. Учебная антитеррористическая операция на полигоне Харп-Майдон объединила весь многонациональный контингент коллективных сил оперативного реагирования. Одна из задач, в которой задействованы белорусские десантники – эвакуация из зоны боевого столкновения главаря незаконного вооруженного формирования. На выполнение задачи у витебских десантников всего 7 минут. Параллельно с белорусами работают таджикские коллеги. Их задача – прикрыть разведчиков и обеспечить безопасный отход из лагеря боевиков. Они учатся у одних специалистов, мы учимся у других специалистов. У них есть одни особенности, у нас и другие. Мне рассказал инструктор таджикской армии, что они получали опыт в Индии. Ну, с нашими канонами они совершенно не совпадают. Поэтому мы показали, как мы работаем, они показали, как они работают. Что-то мы примем от них. Большую часть, конечно же, кажется, в этот раз приняли они от нас. Когда посадить вертолет сложно или невозможно в принципе, бойцы десантируются либо по канату, либо с использованием альпинистского снаряжения. И здесь очень важна подготовка пилотов, которые долгое время должны удерживать вертолет практически неподвижно. Требуют слаженность на наши группы. И еще интересно, что пилоты, они, скажем, другой национальности. Это тоже очень важно, чтобы найти какой-то общий язык и действовать слаженно. Алишер Лолозада, командир звена вертолетов, утверждает, что с первых минут нашел общий язык с белорусами. Управление вертолетом в горном месте намного тяжелее, потому что перепады температуры, постоянно меняется ветер в горах. Это надо все учитывать. Военнослужащие из Республики Беларусь отлично справились с поставленной задачей. Ну и мы в взаимодействии работали очень слаженно и хорошо. Крайняя фаза учения – этап боевой стрельбы. По легенде, боевики пытаются выйти из района блокирования. На их пути становится весь многонациональный контингент. Мы часто этим занимались на полевых выходах, отрабатывали, оттачивали. Все ребята молодцы, все выложились, все отстрелялись на отлично, я уверен. Вообще я не первый раз уже на таких учениях принимаю участие. Это, наверное, самое экстремальное. Мы далеко очень отъехали от населенных пунктов. Ну, в целом, хорошее впечатление, конечно. Каждый этап учений следует со специалистами ОДКБ. Предложения по совершенствованию силовой компоненты в ближайшее время станут основой для дальнейшего развития коллективных сил. На сегодняшний день большая часть нагрузки с точки зрения обеспечения лагеря, обеспечения всей деятельности войск взял, конечно, на себя Российская Федерация, 201 база. Конечно, при очень серьезном участии и тажирской стороны. Но в дальнейшем надо отрабатывать вопросы так, чтобы мы могли автономно действовать коллективными силами в случае возникновения такой экстренной ситуации. Активная фаза внезапной проверки, которая развернулась на полигоне Харп-Майдон, хоть и считается учебной, все же учитывает реальную ситуацию в регионе. На фоне расширения вызовов и угроз коллективной безопасности в близком к нам Афганистане в вопросе готовности сил и средств коллективной безопасности к выполнению задач по предназначению приобретает особую актуальность. Подобные мероприятия в рамках организации проводятся впервые. И по характеру, объем и масштабам выполняемых задач максимально приближено к реальным боевым условиям. Крайняя задача проверки коллективных сил оперативного реагирования – возвращение домой. Перемещение в пункты постоянной дислокации осуществляется самолетами военно-транспортной авиации. После возвращения на аэродром Мачулище витебским десантникам предстоит проделать еще 300-километровый марш. Но это, как говорят они, мелочи. Главная задача выполнена.